Привет, с вами Балин Машин. Если твой комп до сих пор не от нашей компании, считай, ты не играл в игры на максималках. И вообще, кто до сих пор сидит на слабых ПК, пиши в комментариях. Мы с тобой свяжемся, да, Дим? Ага, да, кстати, в конце выпуска вас ждёт классный сюрприз, так что смотрите этот ролик до конца. В предыдущем выпуске мы собрали умопомрачительный комп с Аракезом для Ильи Соболева и разыграли монитор среди наших подписчиков. В конце выпуска вас ожидает следующий розыгрыш, а сегодня у нас в гостях... Да сейчас я скажу. Всем привет! Сегодня очередной выпуск Боулинг Шоу. Шоу, в котором мы превращаем наши игровые ПК в настоящее произведение искусства. И сегодня у нас необычный гость, человек, который мыслит кубически. А ещё он автор и исполнитель своих нестандартных песен. Вы уже, наверное, догадались, сегодня в выпуске Фиксай. Погнали! Наш герой Александр Павличенко, более известный как Фиксай, или Исправь глаз, если по-православному. Стример, летсплеер, основная игра Майнкрафт. Так что, когда очередные родители спрашивают ребенка нашего, списались деньги с их карты, он точно знает ответ. Свои 20 лет на своем канале собрала аудиторию в 4,9 миллиона детей! С недавнего времени Фиксай, певец и рэпер, неудивительно, ведь Фиксай, родом и стаганруга, чувствуется влияние ростовской рэп-школы. Его клип на трек «Лук Батун» за 7 месяцев собрал 30 миллионов просмотров! Блок на блок, на блок, я под себя копаю шахт. Трэнк Бастер, моя игра, собрал 34 миллиона за 10 лет. Думаю, в власти есть чему у него поучиться. Также трек был переведен более чем на 5 языков. Господи, ну вы просто послушайте! Себе копаю шахту, миссли царожева квитка. Я монононокиси, пикоцуки. Как could I be so stupid? Фиксай уверен, что если бы не Майнкрафт, то он бы похоронил свой талант в Копателе онлайн или ТикТоке. Что интересного сегодня мы собрали для Фиксая, вы узнаете чуть-чуть позднее. А пока мы ждем его в гости, чтобы презентовать ему наше произведение искусства. Вы серьезно? А чтобы понять, что ему нужно, мы будем думать, как он. Для этого мы отправимся в Майнкрафт. Это что? Хотя, знаешь. Саша, привет. Здравствуй. Как добрался? Вообще прекрасно. Ехал сюда целых 2 часа. Ладно, на самом деле 10 минут я сюда доехал. Это было очень быстро, очень классно. Что ты помнишь про свой первый комп? Ооо, это очень классная история. Мой первый компьютер, когда мы еще с братом жили, ну, у нас дома, сейчас он в США переехал. Мама накопила деньги, купила на конецкий компьютер. Вот, и все, он начал зарубаться в Диабло 2. А помнишь, как ты первый раз Майнкрафт запустил? Что было? Ооо, я помню свою первую ночь в Майнкрафте. Кстати говоря, будет сейчас очень классная ссылка. Бывал такой ютубер, назывался Fes29Rus, по-моему. И он снимал ролики еще по Майнкрафт-бете. Fes, если ты это смотришь, хотя, наверное, никого на это не смотрит, он вообще жив или нет, я не знаю. По его гайдам ночь наступила, я пошел в пещеру, создал себе там небольшой домик, такой все обустроил. Это прям невероятные эмоции были. Ты прям выживал, будто в этой игре находился. Я обожал Майнкрафт. Сколько лет ты уже играешь? Получается, лет 8-9. Надоело? Нет. Расскажи, как ты дошел до того, что ты стал петь? То есть, вот, Майнкрафт переросло немножко в другое. И, может быть, какие-то инсайды, может быть, там альбом. Слушай, ну, сейчас будет, сейчас инсайд будет очень классный. Как я начал петь, никто вообще не знает, вообще никто. Сейчас все узнают. У меня есть самая-самая первая песня. Я ее записал еще, когда мне было, по-моему, лет 10. Это кавер на песню Александра Рыбака «Фэритейл». Вот эта вот песня. И я с ней выступал на одном шоу. И вот с того момента меня дали как раз киновокал. Я походил и забил. Ну, знаешь, это, наверное, скорее всего, было влияние общества. Типа, однако, все-таки, говорит, что ты занимаешься, там, а я ему подался. Все это прошло, время прошло, я все это время пел, пел, пел. У меня даже в авиозаписе ВКонтакте есть мои старые записи, без обработки, без всего. И в один момент, когда уже Майнкрафтом начал заниматься, я такой думал, а почему бы не создать свою песню? Почему бы ее не сделать, реально? И играет такой в Майнкрафт, и в голове такая, где же он, где же он, где же он, где же он? А вот такой, Лук Батун. Что такое Лук Батун? Я никак не пойму, что это? Лук Батун – это самый редкий цветок. Вот многие говорят, что он не редкий, нет, ребят, он самый редкий цветок. Он очень красивый, у него очень смешное название. Знаете, почему это зацепило? Лук Батун. Это же очень смешно. Смешно, я думал, что это какой-то каламбур, в общем. Да, но это тоже смешное название, я только понял, а почему бы это не сделать типа мема? Вот так получилась песня, я решил это сделать своей эмблемой. Смотри, мы будем делать розыгрыш, условия простые, и для того, чтобы хоть как-то отблагодарить большое количество твоей аудитории, у нас есть подготовленные такие вот небольшие сувенирчики для них на тематику Майнкрафта. Мы попросили тебя подписать их, и чтобы много ребят получили от тебя такие сувениры. Это круто, я думаю, они будут рады. Но это не самое главное. Самое главное у нас будет разыграно железо, и самый большой приз у нас игровой монитор. 144 Гц с хорошей матрицей. Это вообще класс. Ребята, 144 Гц, я сам недавно перешел, это пушка просто. 360 Гц пробовал? Нет. Мы перед тем, как сюда зайти, показали, Саша, нашу демо-зону, и там стоял 360 Гц монитор. Я тебе предлагаю потестить его, все-таки, смотри, что это такое. А как ты считаешь, бум Майнкрафта пройден или все еще впереди? Тем более, что года два назад вышел Майнкрафт с лучами RTX, технологии компании NVIDIA, и он просто, как мне кажется, заиграл новыми красками. Слушай, бум Майнкрафта, я думаю, еще не прошел. Впереди еще очень много всего, ну прям максимально много всего. Дай несколько советов начинающим видеоблогерам, стримерам. Вам главный совет? Это время. Когда вы что-то начинаете, вы всегда должны понимать то, что сразу же не получится. У вас пройдет месяц, пройдет месяца два, месяца три у вас не получаться ничего не будет, но потом резко бам, и вы популярен. Есть ли в Майнкрафте ПК? В самом Майнкрафте? Да, куча модов есть. Я сейчас тебе предлагаю показать навыки из Майнкрафта и, по сути, собрать себе ПК для этого. У нас есть вот такая штука, тебе придется, тебе придется немножко добыть. Давай, чтобы безопасно все было, надо тебе одеть эту штуку. Хорошо. На тебе, не знаю, это какая алмазная, не алмазная. Это, скорее всего, железная. Готовы? Вы серьезно? Это мой компьютер. Вижу, что ты заряженный, хочешь добыть свой ПК, но для того, чтобы получить что-то стоящее, хорошо работающее, самое мощное железо, такие усилия не нужны. Не надо так рисковать. Достаточно для этого зайти к нам на сайт, нажать кнопочку «Оформить заказ», и у тебя будет классная машина. Это намного проще. Конечно. Хотя, знаешь. Ну что, Саш, шутки кончились. Да, да, и там опять будет бетон, да? Да, тот же бетон, только с блоком питания. Слушай, давай помечтаем, вот что бы хотелось тебе? Мне бы хотелось, чтобы компьютер был в форме лука-батуна, вообще вот прям полностью вот такой вот компьютер. Так, а в целом, как бы хотелось, чтобы он выглядел? Что там внутри было? Я не представляю, я не знаю, что там даже находится, у меня таких компьютеров никогда в жизни не было, то есть я даже мечтать о таком не мог. Но там наверняка какие-то сосуды есть, что-то переливается туда-сюда и так далее. Возможно, ладно, я думаю, не стоит тебя дальше мучить. Все готовы? Готовы? Так, ребята, в сторону уроки. Начинаем делать комп для фиксая. Действовать будем по классике, а чтобы понять, что ему нужно, мы будем думать, как он. Для этого мы отправимся в Майнкрафт. Итак, ребята, сейчас мы будем работать над идеями. А где Влад? Иха! Лупа! Ау! Шляпался. Так, давайте посерьезнее. Так, дело не пойдет. Парни, возвращаемся. Влад, а что у нас по дизайну? А давай сделаем комп в виде свиней из Майнкрафта. А кнопка включения будет где-то сзади? Да, искать он ее будет на ощупь. Слушай, твоя идея полная дико. Да, слишком рискованно. А то получится, как в тот раз, когда такая же свинья увезла одного известного блогера в закат. Да, и он даже не попрощался. Еще идеи. Так, он Майнкрафтер. Нам нужно обязательно показать это. Прилагаю вставить в комп его игровую модельку. А что он будет делать? Он же пишет треки. Пускай он будет на сцене. Тогда с диджеем, девочками и диско-шаром. Да-да-да. Надо что-то еще. Надо что-то еще. А ты чего молчишь? А что если улучшить не комп, а сам Майнкрафт? Тем более это возможность технологии трассировки лучей RTX от компании NVIDIA. Нужно только придумать какой-то переключатель. Ну или типа рычаг. Рычаг как в Майнкрафте? Да, именно. Рычаг как из Майнкрафта. Только который улучшает сам Майнкрафт. Генеально. Заработаем. Продолжение следует. Охренеть. Смотри. Во-первых, ты много играешь в Майнкрафт, и мы решили сделать сцену из Майнкрафта. Я сейчас расскажу про все фишки. Здесь есть ты, есть диджей, есть девушки, которые танцуют. Вся стилистика как будто ты на дискотеке в Майнкрафте. У нас есть диско-шар-квадрат. А самое интересное, мы решили все это бустануть с помощью лучей RTX. Когда мы переключаем этот рычаг, у нас все начинает светиться практически как в игре. У меня руки дрожат, я здесь серьезно сейчас говорю. Я не свечу. Смотри, ты сказал про какие-то сосуды. Да, у нас есть там этот компьютер на водяном охлаждении. У нас есть вот такая колонка. Кстати, как... Я только ее заметил, кстати. Как ты думаешь, для чего она? Там будет играть лоббатун. Слушай, я не знаю, смотри. Тут она умеет синхронизироваться с чем угодно. И нажатие вот на Bluetooth кнопочку позволит нам ее активировать. Ну что, ты готов к основной фишке этого ПК? Есть еще какая-то фишка у него? Да. Давай, удиви меня еще больше. У меня помощников нет. Я это сделаю сам, хоть здесь все очень тяжелое. Это что такое вообще? Это лук-батун. Это лук-батун. Ты хочешь сказать, что сюда можно пластинки ставить? Я не хочу сказать. Вот здесь стоит пластинка, она прозрачная у нас. И на ней записывай треки. Только не говори, что там треда, ну нет! Твои треки, твои треки. Смотри. Это вертикальный проигрыватель. Их было в России всего пару штук. Смотри. Нажимаем кнопочку. Да ну нет! Круто, да? Да как вы это сделали вообще? Вот. Как вы приконнектили это все? Оно работает. Оно круто работает. Тут всего четыре трека твоих. Пластинка двухсторонняя. Ребята, вы меня максимально сильно удивили. Я вообще начал флексить, но я не умею флексить. Чего ты ожидал? Кроме... Вот это я вообще не ожидал. Я думал, может быть... Не знаю, если лук-батун будет, он как-то... Как росточек будет или еще что-то, ну, чтобы настолько... Ну, я попутный ветер, я иду тебя искать. И неважно, сколько ждет, впереди преград. Лук важен, насвещает путь, впереди меня. Верный конь, револьвер, за спиной, друзья. Официально для твоей пластинки, чтобы ты ее хранил, мы сделали такую обложку. Ой-ой-ой, чуть не вранил. В общем, тут... Тут есть... Там полностью... Ты знаешь, это может в тираж производить и продавать. Это практически твой первый альбом. Это практически, да. Я в шоке. Ребята, огромное вам спасибо. Это очень круто. Это максимально то, что я никогда в жизни не мог ожидать, что оно такое будет. Что настолько это детально проработано и даже помпа водяная в стиле Minecraft клавиатуры. Ты представляешь, какие ролики будут, наверное, это. Слушай, это еще не все. Мы сделали кастомизацию твоей клавиатуры, гарнитуры и мышки. Если здесь такое, то там... Ну, короче, вот, держите коробки, а клавиатура там сам дойдешь, как-то... Да, сам разберешься. О, да, и молнию добавили. Да, смотри, это, в общем, с твоим логотипом. С твоим логотипом мышка. Я в клавиатуре вообще не разбираюсь, но я вижу, что там какие-то красные свечи есть. Вот гарнитура. Ты представляешь, на стриме буду сидеть. Да, и вот твоя новая клавиатура. Офигенно просто. Вот огромный респект за молнию просто. Ой, какая она тяжелая, нифига себе. И бесшумная. Слушай, а можно добавить было монитор? В монитор, чтобы когда я печатал, у меня здесь воспроизводился монитор, в котором есть монитор и Minecraft. Добавим, что делать? Я шучу. Я уверен, что ты это хоть сейчас протестировал. Конечно. Тогда я предлагаю сейчас это все засетапить и включить Minecraft, естественно. Погнали! Погнали! Так что, что, нет, ты не умеешь, ты не умеешь. Погнали! Ну что, как впечатление? Слушай, я вот сейчас смотрю, подхожу сюда, ты посмотри, как тень рассеивается. Это, как это вообще, это невероятно. Я когда первый раз сам увидел Minecraft с лучами, я подумал, что это какой-то просто шедевр. Но на самом деле лучи почти во всех играх дают просто совершенно другой эффект. Вот игра с ними и без, это разные вещи. Да, я играл, я играл. Даже, например, в Quake, какого она года? 1999-го, по-моему. И она полностью меняется с RTX. Такое ощущение, как будто вот это только-только сейчас было выпущено. Вау! Но Minecraft очень сильно преобразовывается с RTX. Ты, кстати, понимаешь, что у тебя внутри ПК установлено? Да, конечно, новейшая 3080, по-моему, RTX. Да, это сердце игрового ПК. Это GeForce RTX 3080 в компании Asus. У нас материнская плата тоже от компании Asus. И BP у нас от компании Asus. В принципе, это компьютер Powered by Asus. Это говорит о том, что все комплектующие максимально совместимы друг с другом, дают самую лучшую стабильность и высокую производительность. У тебя самый мощный процессор последнего поколения. И самое главное, что этот комп, хоть и у тебя игровой, но мы поставили у тебя 64 гигабайта оперативной памяти от компании HyperX, 3600 МГц, чтобы ты мог рендерить свои ролики в 4К разрешении. Это видеокарта, такое количество оперативной памяти позволит тебе с этим справляться без проблем. Также у тебя здесь SSD формата M.2 от компании Kingston. 2 терабайта хватит тебе, в принципе, на все твои игры без проблем. Все будет максимально быстро грузиться. И если бы не этот корпус от компании Cooler Master Cosmos C700M, то бы мы не получили низкие температуры. И в принципе у нас физически все это не влезло. И, кстати, ты заметил, у тебя одни из самых тихих и лучших вентиляторов, как на компании Thermaltake. Очень тихий компьютер, его практически вообще не слышно. То есть, несмотря на то, что ты играешься в TX и в 4К разрешение. Полная нагрузка. Хочешь, я тебе расскажу историю? Когда тестировали этот компьютер на Майнкрафте, у нас инженер, который это делал, просто залип часа на 4, сидел и играл. Реально, я тебе говорю. Это завораживает. Завораживает. Просто хочется смотреть, как разные локации по-разному играет с помощью лучей. Да, особенно когда солнце светит, здесь прямо отражаются на воде. И когда под воду спускаешься, просто невероятный подводный мир. Как офигенно. И рыбы даже освещаются. И смотри, когда чем глубже ты, тем меньше лучи. Они рассеиваются просто. И смотри, вот здесь тень. Офигеть, как это сделано. Да, да. И на руке все отображается. А самое интересное, что мы играем на дальней прорисовке, на максимальной. Вон там. И все гладко, все мягко. Никаких подвисаний вообще ничего нет. Слушай, ну я надеюсь, ты теперь будешь просто чаще ролики выпускать. Или, по крайней мере, времени на них тратить меньше. Больше, чем раз в день. Это вообще без проблем с таким компьютером. Расскажешь потом впечатление, как в других играх лучи будут. Ладно, я думаю, ты пока играй. А я ребятам расскажу про розыгрыш. Давай. В общем, ребят, выпуск подходит к концу. Надеюсь, вы подписались на наш канал. И обязательно нажали или нажмете колокольчик, чтобы не пропустить ближайший розыгрыш. В котором мы подготовили кучу подарков. Как для новорожденных подписчиков в виде вот такого вот набора лего из Майнкрафта с автографом самого Фиксая. Так и для более продвинутых геймеров в виде вот разного железа. Это SSD от компании Kingston на 1 терабайт. А также вот этот вот игровой монитор от компании Asus. Тафф Гейминг, VG249. 144 герца. В общем, ребят, все подробности конкурса в описании к этому видео. Всем удачи. Всем пока. Дим, я тебя потом научу. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. А если вы так взяли, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас старался Фиксая, старался Дима, старалась вся команда. Всем удачи, до скорой встречи. Пока. И не забывайте ставить лайки. Чика-чика. Чика-чи-ка. 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 Чика-чи-ка.